Какого рода? Сейчас, думаете, ждут совета? То есть, кто-то ждёт, кто-то ищет. Как много людей сейчас ищут не совета, а приказа. Ищут духовников таких, которые приказывают, благословляя тебя, благословляя туда, направо-налево, тебе козу купить, а тебе корову. Ах, какая беда! Православие к чему призывает? К тому, о чём сказал Христос. Не называю вас рабами, это говорит ученикам, а называю вас друзьями. Вы подумайте! Друзьями Христос называет кого? Учеником! Избирать на духовника какого? Который друг, а не командир. Которым можно прийти и спросить совета, а не приказа. Я вам скажу, скажу, что сразу даже познаётся этот священник или этот человек по отношению даже к вам. Если он вам советует, говорит, вот святые отцы так-то говорят по этому вопросу. Они дают вот такую-то рекомендацию. Я думаю вот так, но вы посмотрите. Может быть, кого-то ещё спросите. Почитайте вот этого святого отца. Ох, как это прекрасно! Я разговариваю с человеком с каким? Настоящим. Человек, который смиренный человек. Он понимает сам, что он многого не знает и не может знать. Он даёт совет. Но с какой осторожностью даёт совет? Напротив. Когда вы увидите человека, который всё знает и приказывает направо-налево, ну, в смысле, благословляет, то надо бежать от такого человека. Приходится предупреждать об этом. Сейчас наше общество, я говорю, верующее общество, буквально заражено вот этим исканием таких духовников, которые всё за меня делают, всё знают. По любому вопросу он мне выдает, выплёвывает ответ, и всё. Доходит до абсурдов подчас. Полных абсурдов. Когда влезает семейная жизнь, влезает супружескую жизнь, начинают такими вещами заниматься, что стыдно и говорить даже, всё знают, всё лезут во все стороны. Бежать надо и предупреждать детей своих о том, кто есть истинный духовник. Это человек, который совет может дать. Ой, как важно найти этого разумного человека, который даёт совет, причём большей частью даже не от себя, а ссылаясь, ссылаясь на опыт, опыт двухтысячелетний, опыт церкви, на опыт тех, кого мы называем отцами, да ещё какими отцами, святыми, то есть умудрённых опытом, имеющим колоссальную уже практику, если хотите, общение с людьми и решение многочисленных вопросов. Вот этот ещё один момент, который чрезвычайно важен для нашей современной жизни. Не просто бывает подчас найти, но не надо удивляться этому, надо поискать, не надо смущаться. Но вот один из критериев, один из критериев очень такой важный и наглядный, ориентируясь на который, мы можем действительно, действительно советоваться, советоваться с человеком. Ещё раз говорю, здравый, разумный, духовно неповреждённый человек, он будет только советовать и нисколько никогда не обидится, если потом вы что-то прочтёте где-то, у кого-то спросите и скажете, а вот так вот говорят. Вы знаете, реакции будет? Он говорит, ох, извините, верно, я ошибся. Ох, как это красиво! Вы понимаете, какая красота! Нет этой гордыни! Нет этого самолюбия! Простите, действительно, я ошибся! Верно! Это, пожалуй, так. Вот какого надо искать человека, с которым можно советоваться. Это вот очень важный момент современной, я бы сказал, нашей духовной жизни, потому что все мы нуждаемся в решении вопросов, которые постоянно возникают перед нами, жизнь, ставит же их очень много. И вот есть некоторые критерии, по которым мы можем ориентироваться. Вы знаете, был такой Иоанн Лествичник преподобный, это святой отец VI столетия, который является одним из, ну, величайших, что ли, наставников духовной жизни, монашества в частности. Так он, знаете, как даже писал? Прежде чем! Прежде чем! Ну, я переведу своими словами, скажу. Прежде чем! Стать под духовное руководство какого-то старца, прежде этого нужно узнать, испытать, и, так сказать, искусить даже сего руководителя, чтобы не попасть вместо пристани на камне, и наш корабль не потерпел полного кораблекрушения. Какая осторожность была! И она тем более должна! Это в те-то времена, когда всё-таки можно было найти действительно руководителей бесстрастных, духовных, великих. И то, какая была осторожность! Вы знаете? Посмотрите! Преподобный Иоанн Кассиан до него писал, Кассиан говорил даже так, не надо увлекаться даже видом и образом человека, потому что часто он нас подводит и предупреждает, как много я потерпел вреда от неопытных советников. Вы слышите даже, какие вещи? Святые Отцы призывают нас к разумному отношению. Разумному! Не рабскому, не о таком отношении, когда какой-то авторитет предлагается. К любому авторитету опять надо подойти, зайти, посмотреть, так ли это. Вы же знаете, что такое народная молва. Ну, неужели мы не знаем, что такое народная молва? Вот что-то такое там произошло, он узнал моё имя. Всё! Он прозорливый. И я уже иду к прозорливому. И не узнав броду, прямо в воду. Результаты часто бывают плачевными.